Таджикистан. Рост рождаемости и экономический застой. Узбекистан. Кто освободится из мест лишения свободы? Неизвестный рэпер защитил честь мусульманок. Тяжелое экономическое положение, в частности, нехватка жилья, проблемы с трудоустройством и низкий уровень жизни в Таджикистане – это последствия высоко рождаемости и быстрого роста населения. Именно такого мнения придерживаются власти Таджикистана. Начальник Департамента услуг матерям и детям Минздрава Республики Таджикистан Ширали Рахмутулоев подтвердил, что правительство Таджикистана прилагает все усилия для того, чтобы снизить рождаемость населения, заявив, уже который год предпринимаются меры по планированию семьи, здоровью матери и ребенка и упорядочению демографического роста. По его словам, методы контрацепции, презервативы и внутриматочная спираль бесплатно раздаются женщинам во всех центрах здоровья и больницах. Но проблема в том, что население по-прежнему пренебрегает этими средствами контрацепции. Экономисты же наоборот считают, что экономика страны, в которой 70% населения занимают молодые люди в возрасте до 30 лет, коей является и Таджикистан, должна расти стремительными темпами, а потому очевидно, что истинная причина экономического застоя в Таджикистане кроется не в высокой рождаемости, а в притворении ущербной секулярной экономической системы, наряду с поражающими воображения коррупционными традициями режима Рахмона. Начиная с 1 ноября 2018 года в Узбекистане могут быть освобождены от уголовной ответственности участники так называемых террористических и экстремистских групп, а подписание соответствующего указа президентом Шавкатом Мерзияевым было объявлено 19 сентября 2018 года. Данный указ устанавливает определенные условия для рассмотрения обращения граждан осужденных за преступления террористического и экстремистского характера. В частности, в документе говорится, право на освобождение от уголовной ответственности есть у тех граждан, кто осознал свою ошибку, раскаялся в своем поступке и встал на путь исправления. Также проситель не должен быть участником или членом групп и движений, придерживающихся идей применения силовых методов для достижения своей цели. Кроме того, лицо, примкнувшее к каким-либо движениям или группировкам, считающимися в республике террористическими либо экстремистскими, осознанно, а также считающиеся активистами различных движений, партий и групп, не могут быть освобождены от уголовной ответственности. Для рассмотрения обращений граждан и установления степени их раскаяния и исправления в соответствии с указом будет создана специальная комиссия. Правозащитники отмечают, что в данном указе не содержится ничего нового для осужденных и обвиняемых по религиозным мотивам. Комиссия по рассмотрению дел осужденных по религиозным мотивам для освобождения их после окончания срока наказания была и ранее. Эта комиссия также определяла степень раскаяния и исправления осужденного. Именно по рекомендациям данной комиссии тысячам осужденных Узбекистана в течение последних 15 лет незаконно по сфабрикованным уголовным делам продлевались сроки пребывания в заключении, другими словами, применяли так называемую раскрутку. В последние дни в узбекском сегменте социальных сетей распространилась песня «Девушка в хиджабе», исполнителем которой является узбекский рэпер под псевдонимом «Йон за пик». Трек стал причиной бурных обсуждений. В песне певец восхваляет набожность, стеснительность, застенчивость и целомудрие девушки в хиджабе. Также в песне несколько раз повторяются такие фразы, как «от хиджаба исходит запах рая» и «девушка в хиджабе близка к Аллаху». В целом, песня набрала множество положительных откликов в узбекском сегменте соцсетей. В беседе с Радио Азадлик, один из ташкентских блогеров, имеющий религиозное образование, рассказал, что песня была написана в качестве своего рода гимна «флэшмоба», организованного в защиту женщин в хиджабе.